Молодая, молодая Молодая, молодая Сейчас я вручаю символичный подарок Это у нас памятник святителю Митрофану, его копия И я хочу, чтобы как символ города Воронежа эта копия была постоянно с вами АПЛОДИСМЕНТЫ И я в Воронеже Был уже несколько раз в своей жизни Был еще в далеком прошлом, в моем далеком прошлом Мне дали даже фотографию Правда, я это не помню Я на этой фотографии здесь, в Воронеже, когда мне было три года Вы знаете, я хочу вам сказать, я приехал сюда два года назад Вот в это музыкальное училище Это был для меня незабываемый визит Потому что мои узы, музыкальные узы Идут от моего отца Незабываемого, моего учителя музыки И поэтому отец всегда вспоминал в своей семье о Воронеже Всегда И меня всегда тянуло сюда И я всегда думал, что это ниц, который идет еще от моего деда И от моего прадеда И от моего отца Они меня тянули сюда И я счастлив, что я чувствую себя Ну, не только почетным гражданином Воронежа А просто воронежцем Просто человеком, который любит Воронеж И чувствует, что он воронежец Так же, как и вы АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, мне вот дали здесь копию памятника Памятника Митрофана Я вам должен сказать, что я сюда привез его икону Икону, которую я провез через московскую таможню Видите, вот так Да Мне написали справочку там Вот описали ее Так, что я ее должен увезти обратно к себе в Париж Понимаете, это икона из Парижа Я ее приобрел в Америке И она находится у меня в молильной комнате всегда Я привез ее сюда, чтобы эта икона тоже была поближе к мощам нашего святого И после этого, когда она соприкоснется с его духом Я ее привезу обратно со мной, если никогда не расстаюсь Так что это просто дополнительно к тому же моей вере и к почтению, которое я скучаю К нашему замечательному Митрофану, святому Митрофану Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Боже наш Митрофан Меня потрясла его любовь к святителю Митрофану Нашему первому епископу Он всегда приезжает к его гробу Молится перед мощами святителя Митрофана И всегда говорит, что он просит благословения от святителя и получает его Вот в прошлый раз он привозил с собой икону, которую мы благословляли на мощах святителя Митрофана И с этой иконой никогда не расстается Он много делает для нашего города и для музыкальной культуры, чтобы она сохранялась в нашем городе И для земляков своих, обездоленных, кто нуждается в помощи Он находит и на это время Мы ему должны быть благодарны, что в Санкт-Петербурге он основал, открыл музей Шостаковича Наши два города, они как-то связаны духовными корнями Мы имеем такого святителя, как святитель Митрофан, который благословлял создание Санкт-Петербурга В Санкт-Петербурге находятся иконы, которая была здесь, в Воронеже, Казанской Божией Матери Которая Петром Великим была вывезена и находится сейчас в Казанском соборе города Санкт-Петербурга И вот эта такая близость духовная, она, очевидно, близка и господину Ростроповичу Я хотел бы, чтобы вы, все мы поучились бы у этого великого человека Вот тем человеческим ценностям, неприходящим, которые делают нас людьми Чтобы мы смотрели на него не как вот на гения, на творческую личность, на талант, который недосягаем А он небожитель Но чтобы посмотрели на него как на реального человека Очень простого, доступного, открытого В сердце которого живет любовь к человеку И который никогда не выносит свое «я» на первую полосу общения с людьми Он как бы растворяется в этой среде, с которой он общается Духовной, культурной И он не теряет, но сверкает разными гранями И в силу своего таланта, как великий художник, мастер Непревзойденный мастер игры на вилончели Как замечательный дирижер И как простой человек Который ценен тем, что он дает всем И от этого только лишь приобретает Становится крепче, богаче Слава тебе, Господи, слава тебе Помилуй нас, Боже По велице и милости Твоей Молим, Теса, слыши и помилуй Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй Ищи молимся, в любвисти, братья наши Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй Находясь в Америке, 18 лет безгнаний Я был еще в гражданстве, я был еще в своей родине Находясь там, конечно, я пришел в церковь Так называемую зарубежную православную церковь Находился часто в монастыре Святой Троицы Троицы-косердийский монастырь, там есть такой Самый большой монастырь, в котором 80 монахов существует Я там жил и купил себе дом рядом с этим монастырем Вы понимаете, все мы, конечно же, служим Я бы сказал так, ну, слово Богу, это тоже понятно Но я бы сказал, мы служим тому Той идеей мы служим Что мы не последняя инстанция на земле Над нами есть высшая инстанция Вот это самое важное Я лично познакомился с Ростопровичем в 1988 году в Женеве Я был представителем нашей церкви при Всемирном Совете Церквей И это был год тысячелетия крещения Руси И мы организовывали празднество тысячелетия крещения Руси Естественно, из Москвы приехал церковный хор Приехал ладыка Петерим Мы организовали при правительственных и общественных организациях При ООН в центре Женеви Большой концерт Но для нас был сюрприз большой Когда мы обратились Сможет ли он приехать к нам на концерт Он не только сам приехал Он привез за свой счет Огромнейший студенческий оркестр Из США Около ста человек И это было празднество уже другого уровня На этом концерте приняли участие также греки И это было действительно всемирное торжество В Женеве мы праздновали свободно этот праздник Который касался нашей России Мы сделали его достоянием всемирной общественности Об этом писали, говорили Кроме Советского Союза, естественно Он не затаил обиду Ни на Советский Союз Ни тем более на народ России И в то время, когда Все выезжают из России Стараются обосноваться на Западе Почувствовать себя Гражданами мира Я бы это взял в кавычках Потому что неправильное понимание Этот в истинном понятии гражданин мира Ценит свои корни И все, что он получил И обогатил себя, свой талант Приобрел сколько друзей Он все направляет в Россию И приезжает сюда и говорит Вот здесь моя Родина Ведь он мог бы забыть Воронеж И вспоминать только лишь О нем, когда он пишет Автобиографическую какую-то записку Но он сюда постоянно приезжает И постоянно подсеркивает, что здесь его Родина И что он хочет что-то для родного города сделать Ни одна страна в мире мне не дала столько несчастья Столько переживаний, сколько моя страна Столько страданий, сколько она мне принесла Но вы знаете, коллекция страданий Делает близкими то, что ты переживал Поэтому я свою страну люблю И ничто не может изменить этой глубочайшей любви Которая существует у меня к России Прежде всего я хотел бы подчеркнуть его патриотичность Его верность тому, что делает нас всех гражданами нашей страны Вот он уехал из Советского Союза В зените славы И был принят тоже прекрасно на Западе Он был просто обласкан тем вниманием Которое ему было уделено Его талант, его доступность, его человечность Открыли ему и президентские кабинеты И королевские дворцы Все Но он никогда не забывал о России Он всегда помнил, что он корнями принадлежит к культуре Этой великой стране Когда нас прогнали отсюда И для меня это было ужасно тяжелое переживание И мы до 78-го года Сгаде снимали комнаты в Париже Потому что мы знали Потому что у нас еще было советское гражданство В Катан-Сильмане И мы снимали комнаты Потому что мы знали, что имея собственность Мы могут использовать это И сказать, что если мы имеем собственность Собственную семью То мы ничего не можем делать Возвращаясь сюда А по радио в Париже все часы вечера В 78-м году, 15-го, по-моему, марта Другали кричит Иди сюда, иди сюда К телевизору Я подбежал к телевизору Увидел наши фотографии Но по французским новостям Сообщили о том, что мы лишили советского гражданства Поэтому мы узнали вот в Париже в 10 часов утра А в 8 часов утра Уже кто-то постучал к нам И мы снимали мою квартиру Я думал, что это пришло убирать Что-нибудь такое Женщина А оказалось, пришли два советских работника консульства Они пришли и сказали Обязательно мы пришли Чтобы вы отдали нам советские поспорта Я им сказал Узвращаясь Меня учили в Советском Союзе Что бывает масса провокаций Против советских людей Поэтому До тех пор, пока вы мне не покажете постановление Или копию постановления На основании этого телевизионного сообщения Я вам поспорта не отдам Вот так складывалось наше жизнь Ну а потом мы в Париже купили квартиру И вот эта квартира стала Галя Я ее хочу сделать русским убежищем Поэтому я начал Конечно, у меня началась концертная деятельность Очень большая по всему миру И деньги все я начал тратить на покупку русских вещей Русских картин Рукописей русских Я набрал очень много Потому что сейчас, конечно, покупать невозможно Потому что новые русские, так называемые Уже подняли цены на русские предметы На аукционах До такой степени, что в этом принимать участие невозможно А вот тогда Русские вещи можно было купить довольно дешево Довольно дешево Я набрал огромное количество И вещей И рукописи, на которые мне попадались Если вы знаете Издательство в Москве Издал И дневник моей федерации Вот все это Я, конечно, оставляю Россией и в России Мстислав Леопольдович Это Достояние мира И я думаю, что мы счастливы Воронежцы Что имеем такого земляка Его деятельность многогранна О нем очень много говорить Можно как о музыканте И об этом я думаю, что и говорят, и будут говорить Напишут специальные исследования О нем можно говорить, как о человеке О нем можно говорить, как о достоянии России Чтобы Господь давал нам больше таких современников Это наши духовные маяки На которых мы должны равняться И дай Бог, чтобы наша земля Не оскудела бы такими людьми Вы знаете, я горжусь тем, что моя семья связана с вашим городом Я благодарю вас за ту сплоту За то, можно сказать, за то вдохновение Которое вы мне даете Для продолжения моей активной музыкальной жизни Для вас сюда буду помочь И всегда буду скривиться сюда обратно Спасибо вам за все Спасибо за за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...